Это новости на канале ЭНСК 49 в студии Мария Левина. Здравствуйте и смотрите сегодня. Страсти по мусору. Кто заплатит за новую систему обращения с твердыми бытовыми отходами? Мир профессий – первые шаги. Воспитанники детских домов найдут свое призвание. Художник общества Вехи. Юбилей Новосибирского регионального отделения Союза художников. А теперь я и мои коллеги подробно расскажем о самых главных событиях дня. Все муниципальные образования Сибирского федерального округа после соответствующей проверки должны получить паспорт готовности к осенне-зимнему сезону. В этом году ситуация с подготовкой. К холодному времени года у нас несколько лучше, однако не обходится и без проблем. Об этом шла речь на совещании у полпреда президента Сергея Миняйла. Доложили о состоянии дел в своих регионах не только руководители территории, но и крупные энергетические компании. Конечно же, нам было интересно, как идет работа в сибирско-генерирующей компании, снабжающей теплом Новосибирск и область. В Красноярском крае, Томской, Омской, Иркутской и Новосибирской областях ситуация с получением паспортов готовности муниципальных образований к зиме значительно улучшилась. В аутсайдерах нынче Хакасе. Остальные, так сказать, среднички. В текущем году оценивалась готовность 798 муниципальных образований. Из них 189 паспорта готовности не получили. Хотя, если оглядываться на год прошлый, то готовность муниципалитетов в этот предзимний период в Сибири все же стала лучше. К минувшей зиме были неготовы почти 300 территорий. И здесь прослеживается определенная закономерность. В основном муниципальные образования, не получившие паспорта готовности к текущему году, ежегодно систематически признаются неготовыми к зиме. Если это повторяется ежегодно, уважаемые коллеги, то это системная недоработка на местах. В отличие от муниципалитетов, где проблемы традиционно не заканчиваются, в крупных энергетических компаниях дела с зимней готовностью выглядят заметно позитивнее. По результатам оценки индекса готовности субъектов электроэнергетики к зиме, все 23 генерирующих объекта компании получили паспорта готовности. Также получили паспорта готовности все 8 теплосетевых объектов. В Новосибирской области на данный момент паспорта готовности получили более 80% муниципалитетов, в том числе и сам Новосибирск. Город совсем недавно перешел под опеку нового предприятия – сибирской генерирующей компании, у которой уже есть план, как сделать теплоснабжение областного центра без аварий. В этом году на поддержание теплосетей сибирской столицы СГК направило 1 миллиард 120 миллионов рублей. В году следующем эта сумма вырастет почти до 3,5 миллиардов. Мы осознаем меру ответственности перед жителями города Новосибирска. Лозунг нашей компании – мы согреваем города, мы от этого не отказываемся. Города будем согревать, будем принимать все необходимые меры для надежного и качественного теплоснабжения потребителей. СГК досталось наследству от Сибэка в виде так называемого недоремонта тепловых сетей, часть которых была заложена более 20 лет назад. Есть ряд и других объективных трудностей и проблем. Однако компания намерена минимизировать негативные последствия для горожан и в обозримом будущем, вложив миллиарды рублей, выйти на безаварийный режим работы. С Нового года в Новосибирской области, как и по всей стране, вступит в силу новая система обращения с твердыми бытовыми отходами. Времени осталось немного, а в нашем регионе до сих пор нет ясности по строительству мусороперерабатывающих заводов, судьбе действующих открытых полигонов. Но главное, что интересует жителей, насколько вырастет тариф за вывоз ТБО в коммунальных платежках. Прозвучал ли ответ на данные вопросы в ходе очередного заседания, расскажет наш корреспондент. Новые жесткие требования к утилизации твердых коммунальных отходов в нашей стране вступят в силу с 1 января. Услуга из жилищной превратится в коммунальную, а всем процессом в городе и области будет руководить единый региональный оператор, который уже сейчас заявляет. Нужны дополнительные контейнеры, новые виды транспортировки, полигоны надо реконструировать и ставить на них сортировочные линии. Словом, затраты возрастут, и платить за это, конечно, придется населению. Вопрос, сколько именно, до сих пор не решен. Уже готовы в понедельник прийти и представить все наши расчеты в департамент по тарифам, для того, чтобы собственникам, потребителям ответить на самый главный вопрос, сколько же наша услуга будет стоить. Не могу не отметить, что увеличение произойдет. Произойдет увеличение в том числе, потому что при переходе нашей услуги из жилищной в коммунальную появляется НДС. Региональный оператор будет работать с управляющими компаниями, а те выставлять плату за коммунальную услугу населению. В спешном порядке также решается вопрос с получением необходимого пакета документов для продолжения работы самых крупных полигонов Новосибирска. К счастью, в Новосибирске у нас, благодаря усилиям муниципалитета, самые два крупных объекта, один из них уже включен в ГОРО, второй на стадии включения. И проблемы Челябинска, которые все боятся, у нас на территории Новосибирска не будет. По-прежнему очень туман, и чиновники говорят о строительстве двух заводов, по поводу которых было немало митингов и пикетов. Руководство региона заявляло, что либо расторгнет мусорную концессию, либо изменит ее условия. Речь даже о суде заходила. Теперь оказалось, что с концессионером общаются письменно. Мы находимся в стадии обмена письмами по итогам работы рабочей группы. Нам предложены условия, которые рабочая группа в течение года согласовала. Идет рассмотрение, и мы надеемся, что в марте у нас будет решение в соответствии с установленной законом процедурой, и мы приступим к строительству наших объектов. Никаких подробностей и новых условий концессии участники вновь не раскрыли. Известно только, что за вывоз ТБО со следующего года мы будем переплачивать. И, скорее всего, существенно. Вопросы развития городского хозяйства обсудили и на комиссии Совета депутатов города Новосибирска. В частности, депутаты заслушали доклад о готовности регионального оператора к осуществлению деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области и отчет о ходе капитального ремонта многоквартирных домов. С подробностями Василий Акимов. Капитальный ремонт многоквартирных домов в нашем городе в целом идет по плану. И особых претензий и вопросов со стороны депутатов, состоящих в комиссии Совета депутатов Новосибирска по городскому хозяйству, не вызвал. Доклад генерального директора экологии Новосибирска Ларисы Анисимовой, напротив, вызвал немало вопросов, связанных в основном с рабочими моментами. Например, каков порядок вывоза мусора из частного сектора и как будут оформляться необходимые документы. А вот к уборке города от снега со стороны депутатов прозвучало немало претензий. Хотя вроде бы ответственные службы стараются, нареканий по отдельным участкам к их работе немало. Связано это в том числе с нехваткой техники и финансирования. Например, непросто найти трактористов на предлагаемые зарплаты. Поэтому при обсуждении городского бюджета на следующий год не обошли вопрос увеличения финансирования этой отрасли. Мы рекомендовали, вот сейчас как раз идет этап и период консультации между первым и вторым чтением, включить уже во второе чтение необходимые расходы. Какие именно? То, что мы видим. Кроме вопросов таких основополагающих, которые мы всегда рекомендуем и просим увеличить финансирование. Это и на ГСМ для наших дорожно-стонных участков управления, это и для транспорта нашего муниципального. Есть еще несколько точечных моментов важных, которые мы тоже хотели бы зафиксировать. Первое, это есть достаточно большой вал обращений от жителей города, от депутатов, о том, что, к сожалению, не справляются сегодня те машины, которые мы закупили. Их немного, всего 8 штук, но есть в город, тем не менее. Они есть, не справляются сегодня с очисткой тротуаров. И нам необходимо еще докупить вот такой парк техники. Мы рассматриваем как минимум 10 машин, хотя бы по каждой машине дополнительно на район. На заседании комиссии депутаты одобрили в первом чтении проект городского бюджета и рекомендовали рассмотреть его на сессии Горсовета. Впрочем, работа над ним продолжится, ведь важно воплотить в жизнь как можно больше полезных для всего города дел, учесть все предложения и пожелания. С 1993 года мэрия Новосибирска оказывает материальную поддержку лучшим аспирантам, студентам и студенческим семьям Новосибирска, обучающимся в системе как высшего, так и среднего профессионального образования. Это поощрение за активную научную, творческую, инновационную деятельность на благо города, региона и страны в целом. 21 ноября молодым и талантливым горожанам, которые стали стипендиатами мэрии Новосибирска в новом учебном году, торжественно вручили соответствующие свидетельства. 136 молодых и талантливых жителей нашего города стали обладателями ежегодной стипендии мэрии Новосибирска. Это лучшие аспиранты и студенты новосибирских вузов, учащиеся в профессиональных образовательных учреждениях и даже студенческие семьи с детьми. Каждый из них приложил немало усилий в своей научной, творческой или инновационной деятельности. Отбор был непростым, но тем ценнее награда, говорят виновники торжества. Это заставляет тебя делать твою работу с еще большей отдачей. Ты хочешь этим заниматься, тебе это нравится, когда тебя замечают и, скажем так, при всех хвалят, даже в какой-то степени считаю, что это хорошая возможность для молодежи проявить себя и показать, что мы достойны этого. Для муниципалитета сверхзадачей при своении стипендий является подготовка интеллектуального потенциала для города, содействие в выборе профессии и ориентирование на рынке труда в рамках концепции развития муниципальной молодежной политики Новосибирска. Словом, речь идет о подготовке будущих артистов, производственников и управленцев. Это потенциальные кадры, причем, скажем так, люди это и в резюме тоже пишут. То есть это такая вещь, когда ты действительно при устраивании на работу пишешь в резюме, что это стипенят мэрии города Новосибирска. В этом есть хороший внутренний посыл большой работы и престижа именно интеллектуального и творческого потенциала. Размер годичной стипендии мэрии составляет от двух до трех с половиной тысяч рублей в месяц. За 25 лет их обладателями стали почти пять тысяч новосибирцев. И в следующем году традиция обязательно будет продолжена, обещают организаторы. В детском центре «Жемчужина» провели промежуточные итоги реализации проекта «Мир профессий. Первые шаги». Воспитанники детских домов не всегда имеют возможность определиться с будущей профессией и найти свое призвание. Сказывается изолированность и слабая социализация ребят. Изменить ситуацию решили воспитатели «Жемчужины» вместе с руководителем благотворительного фонда памяти имени Володи Женова. Насколько эффективными оказались профессиональные мастерские, узнала Екатерина Орлова. Проект «Мир профессий. Первые шаги», направленный на создание мастерских профессиональной ориентации для детей-сирот, получил президентский грант в размере одного миллиона рублей. Деньги были потрачены на создание в детском центре «Жемчужина» нескольких профессиональных локаций. Но этот проект не получил бы финансирование без участия благотворительного фонда памяти имени Володи Женова. Руководитель организации давно пыталась обратить внимание общества на те трудности, с которыми сталкиваются сироты при выборе будущей профессии. Дети, живущие в этих центрах, дети, которые не имеют попечительства родителей, они очень сильно стали проигрывать в плане профессионального образования. Потому что если еще года три-четыре назад у них были референции всякие при поступлении, там сдал на тройку и будешь учиться. А отменили это и ребята посыпались. Так воспитанники центра «Жемчужина» приступили к занятиям по четырем направлениям. Парикмахерское кулинарное искусство, компьютерное дело и технологии изготовления одежды. Для многих детей эти курсы сыграли решающую роль при поступлении в учебные учреждения. У нас участвовало 60 детей разновозрастных, это с 7 до 16. И это в основном, конечно, те дети, которые проживают в центре «Жемчужина», плюс дети из приемных семей, которых «Жемчужина» опекает. Когда у нас в этом году 12 выпускников в детском учреждении было, из них 6 выбрали те профессии, в мастерских которых они занимались, я считаю, что это неплохая эффективность. Высоко оценили результаты проекта и педагоги, которые обучали ребят из детского центра. Преподаватели работали практически на волонтерских началах, желая помочь воспитанникам учреждения найти свое призвание. Одна из целей, которую со своей стороны мы ставили в этом проекте, это, конечно, подготовить здесь, в этом учебном заведении дублеров наших специалистов, которые бы могли дальше продолжать и работать на том оборудовании по тем новым методикам. В течение реализации проекта ребята приняли участие в групповых консультациях Центра занятости населения, посетили с экскурсиями различные предприятия города и проявили себя в творческих конкурсах. Такая насыщенная программа сделала процесс профессионального самоопределения не только полезным, но и увлекательным. 75 лет назад, в 1943 году, в самый разгар Великой Отечественной войны, в Новосибирске был открыт Дворец пионеров и школьников. Заработали сразу 15 тематических кружков. С тех пор многое изменилось, в том числе и название учреждения. Прежних осталось только направление работы, дополнительное образование детей и молодежи. Как Дворец творчества отметил свой юбилей, расскажем далее. Новосибирский Дворец пионеров был и остается крупнейшим за Уралом центром дополнительного образования по самым разным направлениям. Будь то техника, культура, спорт или естествознание. Правда, называется организация сейчас иначе – Дворец творчества юниор. На торжества в честь 75-летия учреждения собрались нынешние и бывшие кружковцы, родители, педагоги и, конечно, ветераны, работавшие здесь в советское время. Конечно, мы не забываем свои корни, откуда мы произошли все, и наш коллектив тоже. И, естественно, нам хотелось бы, чтобы то, что было во Дворце пионеров, то, что начиналось здесь, чтобы это продолжение имело. Сегодня в юниоре занимаются сотни ребятишек, продолжающих дело пионеров. Но останавливаться на достигнутом руководство учреждений не собирается. Говорят, с каждым годом становится теснее, а спектр задач, наоборот, расширяется. И в наших планах построить большой, большой комплекс Дворца, который включал бы в себя много самых различных направлений деятельности, поскольку сегодня веяние такое, что Дворцы – это не просто центр для организации досуга, это центры воспитания не только детей, но и их родителей, это центры социализации. Праздник прошел на славу. Помимо концерта для виновников торжества подготовили тематическую экспозицию, ретро-фотозону и многие другие развлечения. В спорткомплексе «Заря» состоялась спартакиада. Проект является детищем общественной организации «Движение. Жизнь» и фонда Дмитрия Башмакова. В спортивном мероприятии приняли участие смешанные команды, состоящие из детей с ограниченными возможностями здоровья и воспитанников клуба «Заря». Данное состязание является вкладом в социальную адаптацию детей с особенностями развития. Подробнее об этом прямо сейчас. Мероприятие, в котором принимают участие ребятишки с ограниченными возможностями здоровья, в спортзале по вольной борьбе «Заря» проходит уже второй раз. 16 детей от 5 до 16 лет с различными заболеваниями выполняют вместе с борцами физические упражнения и участвуют в соревновательном процессе. В качестве своего развития я считаю, что это будет им большим плюсом, так как много упражнений у нас, которые будут развивать их физически и психологически также. Проект по инициативе общественной организации «Движение. Жизнь» направлен на социализацию особенных ребятишек. «Спартакиада» состоит из разминки, эстафеты и веселых конкурсов от организаторов. Мы пригласили специального человека, который занимается этим. Она, естественно, все это распределит по состоянию здоровья. То есть обычные дети, борчата, будут помогать нашим особенным ребятишкам, которые плохо передвигаются. Ребята проявляют интерес к спорту, несмотря на то, что многие упражнения даются с трудом. Но это служит стимулом и методом для достижений, которые, как говорится, выше их сил. Фонд Дмитрия Башмакова систематически оказывает поддержку в проведении подобных мероприятий. Мы даже с лета и сейчас видим, что они делают шаги на пути к своему выздоровлению. Поэтому самый главный приз – это не мы им, а они нам приготовили. Потому что с каждым своим шагом они показывают, что они адаптируются, они становятся здоровыми. И мне кажется, во всяком случае, для меня это самый важный приз. В планах организаторов проводить спортивные состязания на постоянной основе. Ребятишки с ограниченными возможностями здоровья проявляют большой интерес к адаптивной физкультуре. К тому же поддержка борцов и людей, которым небезразлична судьба детей и инвалидов, способны эмоционально поднять им дух. Как показывает практика, это может послужить пусть не полному, но частичному выздоровлению. А возможно, среди этих ребят растут будущие паралимпийские чемпионы. Очередной скандал разгорается в Краснообске. Местный общественник и журналист обвинил депутата в угрозах. Из-за чего разгорелся конфликт и почему переговоры ведутся на повышенных тонах, разбирался Василий Акимов. Общественный активист и сотрудник местной газеты Валерий Котельников, отправляясь на очередные депутатские слушания в Краснообский совет депутатов, даже не предполагал, что его общение с народными избранниками закончится руганью с одним из них. Когда я убрал оборудование, депутат это видел, то есть он встал, преградил путь к выходу из зала заседаний и начались ко мне предъявы по качеству моих репортажей, по моей работе, что я вообще сюда хожу. То есть послышались оскорбления, угрозы, в итоге депутата увели силы в другое помещение, то, что он на меня сидел, кидался. Хотя сам инцидент не удалось заснять на видео, есть свидетели, в том числе среди депутатского корпуса. Заводят Маргаряна, он очень возбужденный, покрасневший, его держат, он возмущенный, чувствуется, что перевозбужден, и я бы сказала, не очень красивыми такими вот словами, как это называется, ненормативной лексикой, значит, в адрес нашего корреспондента были такие вот выражения. Сам Валерий и его сторонники считают, что причиной такого поведения депутата стали публикуемые им расследования, связанные с именем этого человека. Ситуация с магазином, интересы которого представляет указанный депутат. Дело сейчас находится в суде, в арбитражном суде наша администрация судится с Минстроем, и в общегражданском суде жители судятся тоже с администрацией по поводу этого незаконного строения. Валерий уже написал и отнес заявление в полицию. Пытается решить конфликт цивилизованно. Если того же Маргаряна, может быть, в чем-то где-то обиделит, то ты же тогда выясняй, подавай, собирай свидетелей и так далее. К сожалению, нам не удалось связаться с представителями другой стороны конфликта. Тем не менее, мы готовы предоставить слово всем заинтересованным лицам. Будем следить за развитием этой истории. Скажем прямо, представляющий власти Краснообска не в самом выигрышном свете. Каждое утро жители микрорайона Светлый в Машковском районе с трудом добираются до работы. Люди возмущены, что долгие годы глава региона игнорирует острые транспортные проблемы. Автобусы, следующие в Новосибирск, приходят переполненными, и небольшое количество транспорта не справляется с растущим пассажиропотоком. Не получив помощи от власти, люди обратились за помощью к активистам Организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль». Ежедневно жители микрорайона Светлый в поселке Октябрьский ведут ожесточенную борьбу за место в автобусе номер 189. Населенный пункт находится в 25 километрах от площади Калинина. И за последние годы численность населения в микрорайоне ощутимо выросла. На данный момент здесь проживает около 3000 человек. Из-за большого количества жалоб Минтранс региона провел проверку утренних рейсов и выявил, что наполняемость автобусов в микрорайоне превышает все разумные границы. Так, в маршрутке вместимостью 42-44 пассажира порой уезжает по 66 человек. Терпение людей лопнуло и по их просьбе активисты гражданского патруля подготовили обращение на имя губернатора Новосибирской области Андрея Травникова с просьбой об отставке главы Машковского района. Сбор подписей под документом начался в Светлом сегодня, 21 ноября. Любое даже незначительное дорожно-транспортное происшествие способно создать серьезный заторв в Новосибирске, особенно сейчас, в период снегопадов. Так, в самом центре города 21 ноября столкновение не просто привело к транспортному коллапсу, но и на два часа парализовало движение трамваев. Об этом подробнее. Во вторник днём на улице Серебренниковской произошла рядовая, казалось бы, авария. Столкнулись две иномарки. И всё бы ничего, только вот одна из них откатилась на трамвайные рельсы, перегородив дорогу другим машинам и электротранспорту. Около десятка вагонов вынуждены были простаивать, пассажиры разбредались пешком. А водитель не собирался убирать своё авто с рельсов, пока не приедет экипаж ДПС. Вы меня тоже поймите, что я уже завершил манёвр, и мне отсюда машина проезжает и следует удар в заднюю часть. Я просто делаю выводы, что это автоподстава. Я вам серьёзно говорю. Автоинспекторы приехали с большим опозданием. Почти два часа движение в центре было затруднено, а трамваи и вовсе не двигались. При этом представители правопорядка пояснили, автовладелец поступил правильно, не убрав своё транспортное средство с путей. Так как вина здесь не определена, ни один участник не согласен со своим, как говорится, нарушением ДТП. Они остаются на местах и ждут наряда ДПС. Теперь в ситуации будут разбираться профессионалы. И виновнику, когда его установят, может грозить штраф за простой городского электротранспорта. Хотя этого могло и не произойти, если бы экипаж ДПС смог оперативно появиться на месте происшествия. Крупный пожар в Садовом товариществе в Новосибирской области, при котором огонь перекинулся на несколько строений. Во время тушения произошёл взрыв газа. С огнём боролись более 20 человек. Так начинается экстренное сообщение о возгорании в посёлке Красный Яр. Все подробности далее. В 11 часов 24 минуты пожарные узнали о возгорании жилых домов в посёлке Красный Яр Новосибирского района, а именно в СНТ «Электрон». Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова уже через 20 минут. Их взору открылась огненная картина. Было установлено, что горит двух- и трёхэтажные дома, а также надворные постройки. В связи с тем, что район является безводным, ближайший пожарный гидрант находился на расстоянии 5 километров. К месту пожара были стянуты дополнительные сейлы. К тому же существовала реальная угроза перехода огня на другие строения. На двух участках, помимо жилых домов, были баня и гараж. Руководителям тушения пожара было принято решение подать стволы на тушение, а также на защиту близко расположенных строений. В результате данного пожара никто не погиб, не пострадал. В настоящий момент дознаватели выясняют причину возникновения пожара. Предварительно, со слов находящихся граждан, хозяев одного из дома, внутри произошёл предположительный хлопок газовоздушной смеси. Пожары ликвидировали 24 человека личного состава, в распоряжении которых находилось 6 единиц техники, включая 5 пожарных автоцистерн. Задействовали силы трёх городских подразделений МЧС и двух отдельных сельских постов. Справились с огнём только к середине дня. Погибших и пострадавших нет, сообщили в ведомстве. А статистика подобных возгораний говорит о том, что происходят они в своём абсолютном большинстве по одной причине – несоблюдение правил пожарной безопасности. В арт-центре «Красный» идёт монтаж картин. Выставка «Художник. Общество Вехи» посвящена 85-летию Новосибирского регионального отделения Союза художников. Работы, выполненные мастерами современности, собраны из шести краеведческих музеев нашего региона, Новокузнецкой области и Алтайского края. Экспозиция включает в себя порядка 80 работ. До этого картины нигде вместе не экспонировались и представляют собой основной пласт творчества Новосибирского Союза художников на протяжении всего XX века. Ликман, Икубовский, Титков, Попов – это всего лишь несколько известных имён, которые создавали Союз, начиная с 1930-х годов. Тематика выставки богата и разнообразна, она соответствует нашему исследовательскому подходу. Мы специально пытались выявить те вехи, на которые ориентировались художники Союза. Когда создавали свои произведения, ещё в советские времена опираясь иногда на директивы партии, непосредственно иногда на собственное вдохновение. География мест, где художники писали картины, широка. Это были командировки на север, в экзотические места с этнографическими экспедициями. На картинах изображены жители разных уголков Сибири. Их быт – самые первые работы революционного времени. Задача того периода – изображать революционные события, изображать героическое прошлое страны, для того, чтобы у нового советского человека формировался особый подход к истории, и художники должны были отвечать на этот вызов времени. Также на выставке изображены портреты, натюрморты, пейзажи. Эти картины авторы создавали, когда не были обременены заказами от Союза художников и могли насладиться творчеством. Выставка богата разнообразием и отображает почти вековую историю. Юбилейный проект откроет свои двери для жителей столицы Сибири 23 ноября. Это все на сегодняшний день. Мы следим за развитием событий. Наши новости всегда на сайте nsk49.ru. Ваши мы ждем в рабочее время по номеру 220-2105. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok